Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Биржа FTX Япония разрешила своим пользователям начать вывод собственных средств в полном объеме. Неудачный апгрейд в сети Солана. Ноды были вынуждены откатиться на предыдущую версию, а затем и вовсе сделать перезагрузку. Крупная фарма приходит в блокчейн. Идея о децентрализованной науке ускоряет научные исследования. Музыкальный стриминговый гигант Spotify сообщил о начале сотрудничества в области Web3. Французская полиция задержала двоих подозреваемых во взломе проекта Plasipus. Основатель сети Трона Джастин Санн вкладывает миллионы долларов в монетах эфир в стейкинговую платформу Lido. Ингрессмен-республиканец Том Эммер инициировал законопроект по запрету цифровой валюты Центробанка США. И в завершении выпуска интересные цели и анализ рынка от Олеси Орастани с его гостем Чарли Бертоном. Оставайтесь с нами. Биржа FTX Japan разрешила полностью выводить средства, что стало большой радостью для пользователей, получивших возможность побега. И пока пользователи FTX по всему миру ожидают юридического разрешения конфликта, связанного с Эмом Банкманом Фридом, и возможности получить обратно свои средства, клиенты FTX Japan такую возможность получили. После остановки вывода средств 7 ноября в связи с обвинениями SBF в ненадлежащем использовании средств, эффект домино затронул и еще одну компанию, японскую Liquid Group – торговую площадку, находящуюся в собственности FTX с февраля 2022. Выводы средств были остановлены с 15 ноября 2022. Однако, к радости некоторых инвесторов, FTX Japan возобновила вывод средств с 21 февраля, что позволило перемещать активы с неработающей биржи на счета Liquid Japan. Несколько дней спустя популярный в Японии криптотрейдер Whiskey Bonbon подтвердил успешный вывод всех своих средств. Спустя один день после начала вывода средств, FTX Japan сообщила, что было выведено около 50 миллионов долларов, эквивалентно 6,6 миллиарда йен, с аккаунтов Liquid Global. Большое количество пользователей также сообщили об успешном выводе своих средств с аккаунтов Liquid Global и FTX Japan, в то время как инвесторы FTX с остальных уголков мира продолжают ожидать аналогичную развязку и для себя. Что-то пошло не так. Очередной апгрейд в сети Solano с версии 1.13 до 1.14 вызвал массированный затор в образовании блоков, что привело к остановке сети на некоторое время. Проблема возникла в эту субботу, 25 февраля, во время обновления программного обеспечения валидаторов. Инцидент привел к заторам в образовании блоков. В итоге для восстановления работы сети было принято решение откатиться на предыдущую версию ПО. Однако даже такое решение устранить проблему не помогло. В итоге было принято решение перезапустить сеть. Подход к разрешению данного инцидента обсуждался со всеми валидаторами в течение нескольких часов. Инфраструктурный провайдер сети Corus.One в своем твиттере сообщил, что данный инцидент показал, насколько сеть Solano действительно децентрализована. Вот его цитата. «Без всех этих обсуждений мы бы справились с проблемой за один час. Но каждая на пути решения, будь то даунгрейд или перезапуск, а также переход от идеи даунгрейда к перезапуску, обсуждались и было голосование. В итоге это все заняло 8-10 часов вместо одного». В настоящий момент сеть функционирует штатно. Крупные фармкомпании начинают объединяться с проектами Decentralized Science с целью ускорения научных исследований. Возникнув как самостоятельное движение в научном сообществе, Decentralized Science начинает развиваться темпами, которые уже не может игнорировать даже крупная фармацевтика. В итоге Pfizer стала первой крупной фармкомпанией, которая приняла решение голосовать с помощью Децентрализованной автономной организации или DAO, используя германскую блокчейн-компанию VitaDAO. Алекс Добрин, руководитель отдела по связям с общественностью VitaDAO, сообщил, что Pfizer привлекает часть своих ученых для совместной работы со специалистами сообщества VitaDAO, чтобы помочь в выращивании и открытии новых исследований. По утверждению еще одной компании GenomicDAO, комбинирование сети групп разработчиков, а также институциональных компаний-организаций, ученых, а также медицинских экспертов и искусственного интеллекта, может сократить время разработки и выпуска нового продукта с 12-18 месяцев до 4-6 месяцев. GenomicDAO также утверждает, что разработки, продвигаемые сообществом, нарушают стандартный порядок, устоявшийся в научном исследовании. В мире точной медицины разработка исследования осуществляется группой известных и крупных компаний, что по факту монополизирует рынок. Монополия и централизация по сути приводят к стагнации изобретений, одновременно увеличивая гэп между точной медициной и слоями общества в ней нуждающейся. В конечном итоге не может не радовать еще одно отличное применение технологии блокчейн на нужды современного общества. Аудио- и стриминговый гигант Spotify сообщил о пилотном проекте по интеграции в свой сервис кошельков Web3. Сама по себе идея о создании аудиотокенов не нова, но вот сейчас пришло время по ее реализации. Предполагается, что держатели специальных NFT будут подключать свои кошельки к сервису Spotify для того, чтобы получать доступ к специализированным плейлистам, курируемым определенным блокчейн-компаниям, таким как, например, Overlord и Kingship. Overlord в эту пятницу в своем твиттере сообщила, что стала одной из первых компаний по партнерству со Spotify в пилотном проекте по интеграции Web3. Их плейлист, курируемый сообществом Dapt Invasion, будет доступен держателям пользователей Крипс NFT. Также в данном проекте участвует и компания Kingship, создатель известных NFT BornApe. В своем твиттере Kingship сообщила следующее. Мы, Kingship, стремимся всегда быть в авангарде музыки и технологий. И сейчас в этом стремлении мы делаем очередной шаг вместе со Spotify, запуская новый NFT плейлист. Мы делаем все возможное для раскрытия реальной ценности для нашего сообщества, раздвигая границы блокчейна и музыки. А также делаем все для того, чтобы наши пользователи всегда находились в авангарде. Инициатива занятная, но интересно узнать, как Spotify оградит других пользователей от создания копий плейлистов, доступных для других пользователей, не обладающих нужными NFT. И если в предыдущей новости мы говорили о действительно нужном использовании технологий блокчейн, то здесь больше похоже на идею ради идеи. Французская полиция арестовала двух человек, связанных с атакой на платипус. Арестованные подозреваются в атаке на проект и использовании эксплойта, который привел к выводу 9,1 миллиона долларов. Также сообщается, что у задержанных была арестована криптовалюта в эквиваленте 210 тысяч евро. По информации от самой компании платипус, расследование, приведшее к аресту, было осуществлено при поддержке компании ZAKXBT, специализирующейся на ончейн-расследованиях, а также криптобиржа Binance. Всего были произведены три атаки, использующие уязвимость децентрализованного протокола. Атака произошла 16 февраля из одной точки. В результате первой атаки были выведены стейблкоины и другие цифровые активы на сумму примерно 8,5 миллионов долларов. Сумма похищенных средств во второй и третьей атаки были значительно меньше. В конечном итоге после похищения произошла отвязка стейблкоина платипус USD от американского доллара. Платипус подтвердил, что злоумышленники использовали метод быстрого займа для выявления уязвимости проверки платежеспособности USP в залоговом холдинге. Аналогичный метод использовался и Ави Айзенбергом в его атаке на Манго Маркет, которое произошло в октябре 2022. И хоть после данной атаки Ави Айзенберг сообщил, что использовал только законные и предусмотренные рынком механизмы, заранее вложенные в протокол сети, Айзенберг был арестован 28 декабря в Пуэрту-Рико по вменяемому ему мошенничеству. В заявлении для своих пользователей платипус сообщил, что 63% всех активов будут возвращены обратно, а если эмитент стейблкоина Тизер подтвердит заморозку оставшихся стейблкоинов, то доля возвращенных активов в составе 78%. Джастин Сан, создатель Сититрон, продолжает вкладывать свои монеты Эфир в стейкинг пул Лидо. В преддверии очень ожидаемого апгрейда Шанхай, который запланирован на март, аналитическая компания LookOnChain сообщила, что 25 февраля с адреса имеющего имя Джастин Сан было переведено 150 100 эфиров в стейкинг пул Лидо. Всего было сделано 3 транзакции по 50 тысяч и 1 транзакция на 100 эфира, общая стоимость которых соответствует 240 миллиону долларов. Такое значительное перемещение монет в стейкинг у Джастина Сана не является удивительным. Очевидно, что Джастин настроен по эфиру крайне по быче и использует данную возможность в преддверии скорого апгрейда Шанхай. Согласно текущим ончейн данным, около 17 миллионов монет эфира, что соответствует более 27 миллиардам долларов, были внесены на депозит Beacon Chain. И хотя продолжающийся рост депозитов эфира означает высокую уверенность и безопасность самой сети в глазах пользователей, разработчикам необходимо реализовать механизмы вывода средств для того, чтобы обеспечить сетевой баланс. Два дня назад цена эфира упала на несколько процентов и опустилась ниже 1600 долларов. Причиной стало общее сокращение крипторынка из-за опубликованных данных по индексу расходов на личное потребление, оказавшегося выше, чем ожидалось. На этой неделе республиканец-конгрессмен Том Эммер из Палаты представителей США подготовил законопроект, запрещающий Федеральной резервной системе выпускать цифровую валюту Центрального банка. По его словам, данный законодательный акт под названием «Федеральный закон против слежки CDBC» направлен на защиту конфиденциальности граждан США. Он запрещает ФРС создавать цифровую валюту Центробанка без предварительного рассмотрения и одобрения Конгресса США. Эммер утверждает, что создание цифровой валюты Центробанка может негативно повлиять на финансовую конфиденциальность и личную свободу граждан, поскольку власти, а также регулирующие органы, могут ей воспользоваться как инструментом для дополнительного контроля расхода граждан. Создание цифровой валюты Центробанка может иметь очень значительные последствия для финансовой конфиденциальности. В связи с тем, что все транзакции будут записаны в блокчейне, контролирующие органы могут отслеживать их в реальном времени. Этот факт поднимает вопросы о конфиденциальности данных, а также о возможной слежке и возможном вмешательстве государства в финансовые взаимоотношения. Одновременно с этим сторонники цифровой валюты Центробанка приводят и её преимущества, включая большую финансовую доступность, уменьшение транзакционных комиссий, а также большую скорость взаиморасчётов. Кроме того, цифровая валюта Центробанка может предоставить собой альтернативу финансовым услугам для людей, которые к ним доступ не имеют. Другими словами, идея эта интересная, но относиться к ней нужно с должной осторожностью. И несколько слов о ситуации на рынке вместе с Олесио Растани. Его коллега и аналитик Стив Кортни установил закономерность, согласно которой каждый последующий бычий рынок показывает прирост, уменьшающийся на определенный коэффициент по сравнению с предыдущим бычим рынком. И этот коэффициент равен 5,3. Эта логика в целом укладывается в концепцию уменьшающихся прибылей. Но просто удивительно, насколько она нашла математическое подтверждение. Но что это дает нам с вами? А вот что. Если предположить, что низы, которые мы построили, все-таки являются дном, и, используя данный коэффициент, посчитать максимальное значение в текущем бычьем забеге, то мы получим ориентировочные максимальные цели. И, следуя данной логике, цели, которые мы получаем в этом бычьем забеге, составляют порядка 77 тысяч долларов. Давайте посмотрим это небольшое видео и послушаем, что нам говорит Олесио. Если мы воспользуемся данным низом, который сформировался в 2010-м, и сделаем измерение до данного уровня, то получим вот эти проценты. 328 801. Если я поделю эти проценты на 5,3, которые получил Стив Кортни, то мы получим вот такой прирост. У нас получится 62 тысячи процентов. Итак, эти 62 тысячи процентов, как ты думаешь, что нам дают? Мы получаем следующее ралли. То есть Стив говорит, что это будет расчет по следующему ралли. И как ты думаешь, какой был процент в следующем ралли? Вот. От этого низа, 2011-го, до вершины 2014-го. И здесь у нас 62 186. И если мы померяем это ралли еще раз, этот конкретный бычий забег, и поделим его значение на 5,3, то получим ралли следующего забега. 11 743 процента. И, кстати, следующий ралли биткоина, который образовался с 2015-го по 2017-й, составил 11 792 процента. И как ты думаешь, если мы сделаем аналогичный расчет от данного процента, повторяя эту же логику, то есть разделим эти проценты на 5,3, получив 2226 процентов являющихся проекцией следующего ралли, посчитав от 2018-го до 2021-го, то получим 2108 процентов. От этого низа до данной вершины. Практически. Очень близко. Таким образом, если биткоин повторит данный паттерн, то целью для нас будет 77 000. То есть 77 000 – это уровень, который мы будем ожидать. В том случае, если биткоин сможет повторить данный паттерн. При этом мне также нравится использовать еще один показатель – золотое сечение, то есть уровень 61,8. Если мы применим коэффициент золотого сечения к каждому ралли, который был у биткоина, начиная с 2010-го года, если применять его к 2010-му и 2011-му году, посмотрите, 61,8 показывают нам очень близкий результат к данным вершинам. Взгляните, как близко нас это значение приводит к каждой цели, к каждому уровню. Посмотрите на этот график. Это значит, что если мы примем коэффициент золотого сечения к предыдущему ралли от 2018-го до вершин 2021-го, то это даст нам цель на уровне 104 000. Вот здесь. 104 766. Продление по коэффициенту золотого сечения. И если мы их объединим, то есть расчет Стива Корни с коэффициентом 5,3 с продлением по коэффициенту золотого сечения, то это даст нам вот здесь потенциальный диапазон на основании этих двух расчетов. Потенциальный диапазон от 77 000 до 104 000. Потенциальные цели для биткоина, если он все-таки сделает исторический максимум. Вот такой вероин от Алисио Растани и его коллег по цеху. И хоть это не безумный Тузимун, для затянувшейся медвежьей зимы это вполне внушительные цифры. А нам остается только полагаться на свой опыт и принимать взвешенные решения. И на сегодня это все новости. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин